Здравствуйте, дорогие участники. Меня зовут Валерия. Я координатор образовательных проектов Центра Альфа-Диалог. И мы рады вам представить писательницу Нину Дашевскую в нашем цикле вебинаров «Диалог открывает мир». Передаю слово. Да. Вот. У меня включили теперь звук. Здравствуйте, меня зовут Нина Дашевская. И давайте потихоньку будем листать презентацию. Я думаю, мы сделаем так. Я первое сначала что-то о себе расскажу в общем, да, а потом пойду по вопросам, которые вы мне прислали. И если будут появляться вопросы в процессе, вы можете их вписать в чат. Я их на них потом на всех отвечу. Значит, какие у меня есть книжки, о чем я могу поговорить. Есть книжки для людей, скажем так, начальной школы, да, вот они как раз для начальной школы, 6-12 лет. «Семь невысоких гномов» — это такая маленькая-маленькая книжка про стихи, стихи, в стихах таблицы умножения. Такой был эксперимент, я считаю, нулевой своей книжкой. Вот. Она хорошая, да, ее довольно трудно найти, но она присутствует иногда в некоторых библиотеках. Вот. А так, конечно, книжки Вилли, Тео «Театральный капитан» и «Скрипка неизвестного мастера» и «Вивальди времена года» — это книги для тех, кто либо читает сам, либо читает с родителями. То есть здесь нет... Я-то думала, кстати говоря, что это повести для людей постарше, но, в общем, вполне я вижу, что и 5-6-летние иногда слушают их. И надо сказать, что Тео «Театральный капитан» еще вышла аудиокнига, ее можно послушать. Вот. А давайте следующий тогда слайд. И еще я пишу книжки для подростков, то, что называется «12+,» — это сборники рассказов около музыки второго. И три книжки, которые вышли в издательстве «Самокат» в серию «Встречное движение», это, наверное, у меня больше всего бы о ней хотелось бы сказать. Это Яни Тормоз, «День числа Пи» и такая двойная книжка парная Тимофея Ирка, это книжка перевертыш, у нее две обложки, поэтому я ее так вам показываю. Давайте сначала расскажу тогда про Тео. Если следующий слайд покажете мне, то я расскажу как раз. А, нет, расскажу о том, как все получилось. Это, значит, сайт премии Книгуру, один из главных конкурсов для детей и подростков. В общем, это та история, которая привела меня к издателям, потому что не было такого, что я отправлял свои рукописи в издательство, и они как-то... Ну, в общем, это довольно сложная история — попасть в издательство, если ты нигде раньше не засветился. А конкурс — у них как раз прямая цель — показать, найти новые имена. И как раз вот в этом году сейчас, я думаю, что через... Ну, где-то в середине июня будет известен короткий список, начнется новый сезон. В общем, вот это премия Книгуру — там решение выносит подростки. То есть люди от 11 до 17 лет могут читать, голосовать, их мнение учитывается, и оно оказывается очень важным, потому что на них смотрят издатели, на них смотрят преподаватели, и через какое-то время книга, за которую ты голосуешь, может оказаться на благоуне-классном чтении вашего младшего брата, например. То есть... А для нас это очень важно, потому что мы видим... У нас для нас есть прямая связь с читателем. Давайте дальше про Тео расскажем. Тео — это книжка Тео «Театральный капитан» про маленького мышонка, который живет в театре. Вот такая книжка с картинками для людей не очень... Ну, как сказать, тех, кто сам уже читает, но, может быть, и для людей помладше. В книжке есть такие фигурки, которые можно вырезать и поиграть в них в конце, и тоже можно полистать дальше. Дело в том, что я много лет работала в оперном театре, в театре имени Натальи Сац. Вот это фотографии как раз из ямы и фотография с нотами, которая прям вошла в книжку. И рабочее место ударника, вы видите, где большой барабан и тарелки. Вот. Ну и, собственно говоря, мышонок, который сидит на... возле... По-моему, это Лебединое озеро, если я ничего не путаю. Вот он ходил со мной потом уже на работу. К тому моменту, когда книжка уже была написана, и мне связали вот этого мышонка к кукольнике из Белоруссии. Вот. Эта история рассказывает про театр, как он устроен изнутри, потому что я никогда не любила театр снаружи, но внутри, именно из рекистровой ямы, он оказался очень интересным. Там много всего. И именно маленький герой, такой вот мышь, да, он может рассказать. И это не оформление книжки, это мои фотографии просто из театра, да. Вот если мы пересняем дальше, то увидите, что там происходит как раз в книжке. Вот. Здесь я вам показываю, опять же, не только картинки и книжки, но и отличный проект, который запустил самокат. Называется «Самокат и изоляция». Здесь можно увидеть, как люди... Как из-за изоляции, да, где люди пытаются повторить обложки или картинки. Здесь много... Вот есть мальчик, который полностью пошел по книжке «Театральный капитан». И вот он как раз копирует эти картинки с мышонком. Вот есть и другие книжки. Каким-то чудом умудрились сделать, ну, потому что называется косплей, да, книжки «Я не тормоз». Для меня это вообще кажется удивительным, но вот у них получилось. В общем, если хотите, можете подключиться к этой игре. Она проходит в Инстаграме «Самокат». Мне кажется, это, в общем, очень приятное такое занятие. Давайте дальше посмотрим. Дело в том, что когда появилась книжка с Тео, я поехала в Минск. И именно в Минске, это фотография прямо из Минска, мне сделали вот такого мышонка. Вот там он с Финдерсом знаком, да. И после этого у него началась отдельная жизнь уже после того, как книга была написана. То есть он начал путешествовать по разным морям. Вот там он на Дальнем Востоке есть на Катере, там на Байкале и еще на реке Волге. В общем, он оказался путешественником. И когда мы встречаемся с детьми, конечно, я люблю его показывать и говорить, что это та история, когда книжный герой оказался довольно самостоятельным. И теперь у него новая отдельная жизнь уже вне книжки. Вот. Это был про Тео. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Вот. Дальше книжка «Я не тормоз», которая написана, по-моему, в 15-м году. Она вышла. И тут история про очень-очень быстрого подростка, который совершенно не умеет сидеть. Он хорошо себя чувствует на роликах, на самокате, на велосипеде. И он очень быстро двигается. И он так думает. То есть он очень много думает. И очень быстро двигается. Там очень много Москвы. Мое детство прошло как раз не в Москве. Поэтому для меня это был знак, что это герой именно этого времени. Он примерно 2001-го года рождения. Книжка появилась. Была написана в 14-м году. Ему было там 13 лет. Вот. То есть я вижу, что подростки опознают себя. И мне это, в общем, нравится. Вот. Про следующую книжку давайте расскажу. Это «День числа Пи». Это история про мальчик, у которого цветной слух. Особенные отношения с цифрами, цветами и красками. И, в общем, его интересует очень много всего внутри своей головы. И при этом у него большие проблемы в общении с людьми. Вот этот фрактал нарисован, да, который... Мне кажется, что это такая часть математики, которая всем будет интересна, в том числе гуманитариям. Вот. И он довольно много рассказывает о том, как у него переплетаются все в голове музыка, изображение и математика. И он хочет придумать какую-то свою музыкальную систему. Но при этом моя задача была все-таки как-то свести его с людьми. Потому что он, в общем, с ними практически не контактирует. Он ходит в школу. У него там есть одноклассники, с которыми никто его там не обижает. То есть это не книжка про травлю, скажем так. Но они его особенно не замечают. Но потом, понятное дело, начинается у него какая-то интересная жизнь. И вот справа тут картинка. Это я ее давала детям в школе. Эта картинка называется «Фуга». Это картинка композитора Чур Леониса. Она мне очень нравится. И когда я показывала в школе и подробно рассказывала, что такое «Фуга», примерно половина детей мне объяснила, почему она так называется. А половина сказала, что нет, они вообще не понимают, о чем речь. Поэтому мне кажется, что это также из книжки происходит, когда какие-то вещи там понятны, какие-то совсем непонятны. Но мы понимаем, что у Львы Иноземцева что-то такое в голове, о чем мы не знаем. И следующий слайд – это вот книжка про… Совсем новая книжка Тимофея и Ирка. У нее две обложки. И это история про… Она появилась в апреле, совсем недавняя. Книжка про Тимофея и про Ирку, соответственно. Это люди лет 13. Тимофей пишет в блокнот, Ирка рисует в скетчбуке. И для меня было очень важно, что они не собираются стать художником и писателем. Они просто так живут. Это такой способ жизни – что-то писать, что-то рисовать. Они не встречаются в пределах книжки. Это отдельные две повести, поэтому у книжки два входа. Но меня как раз очень интересовало, как человек живет в этом возрасте. У них вообще-то совсем обычная жизнь. У них есть братья, сестры, школа. У Тимофея. Тимофей играет еще в бадминтон. У него есть спортивная секция. Ирка рисует. У нее есть определенное отношение с братом, с одноклассниками. Мне кажется, что можно сказать, что у них не очень тяжелая жизнь. Но и при этом, в общем, если ничего не происходит, не значит, что она несодержательная. Она довольно содержательная в довольно обычных вещах. А следующий кадр, по-моему… Да, это последний мой опыт. И в том числе и ответ, откуда берутся тексты. Последний рассказ, который был написан буквально неделю назад, он называется «Нужно списать о том, как мне тяжело записывать видео». Ну, как не мне, а моему герою, да. И вот это мои попытки записать этот рассказ. В общем, здесь представлена маленькая часть моих попыток. Если кто-то из вас отправлял в музыкальную школу, например, какую-то запись, или тот поймет все, что происходит здесь. Этот рассказ можно найти на сайте самоката. Он выложен и в Фейсбуке, и в Инстаграме, по-моему, в Ютубе. Можно его найти просто по записи, по поиску. «Нужно записать» он называется. И можно прочитать текст, а можно послушать. Вот. Это совершенно неожиданный для меня, скажем так, формат. Я бы никогда не думала, что я сделаю такую вещь, да, потому что я не люблю читать, не очень люблю читать вслух. Мне кажется, что это не очень такая хорошая вещь. Вот. Но тут показалось, что, да, этот рассказ звучит именно хорошо на записи. Вот. А теперь давайте я пойду по вашим вопросам, потому что они есть, и я вижу, что чат тоже у нас есть. Да, спасибо. Вот Наталья пишет про объемы не тормоза, да, что ей понравилось. Да. Сейчас давайте тогда заканчиваем презентацию, и я буду рассказывать про... пойду по вашим вопросам. Так. Наталья спрашивает из города Березовского. Кто помогает автору в написании сюжетов? Ой. Может помочь еще что угодно. Вы можете увидеть какую-то мелочь на улице, да, какую-то маленькую деталь, и вдруг окажется, что это то, что вам нужно, да. Да, это совершенно неожиданно. Но нет такого, что я хожу и кого-то спрашиваю. Конечно, бывают какие-то детали, которые меня интересуют. Скажем, у меня ударник, главный герой книжки, тео «Театральный капитан», я спрашиваю, там, у парня ударника у нас в театре какие-то особенности его работы. Но это очень маленькая деталь. И обычно я... Ну, если я не знаю, я не пишу. Я не из тех людей, которые в состоянии написать что-то про совсем-совсем неизвестную область. То есть я знаю, что, скажем, есть книжки, где герой занимается чем-то совершенно невообразимым, и автор подробно беседует с человеком, который этим занимается. Я это не умею. Вот. И, может быть, рано или поздно это придется делать. Но пока обхожусь тем, что знаю сама. Так. Как появилась идея писать книги о детях, видимо, с заболеваниями? Есть ли такие дети в окружении писателя? Слушайте, вот это очень неожиданный вопрос, потому что я никогда не писала книжки про детей, скажем так, с какими-то заболеваниями. То есть у меня не было такой цели. Понятно, что Игната Волкова, можно ему поставить диагноз СДВГ, да, синдром дефицита. Можно и не ставить. То есть в моем детстве такого диагноза никому не ставили, никому не пришло в голову сказать, что у меня такой диагноз. Хотя, конечно, это моя история. Вот. И то же самое Лева. Вернее, не то же самое, да. У Левы, очевидно, Лева Иноземцева, он... У него синдром Аспергера и такой... Ну, он в спектре аутизма. Тут это очевидно, но я об этом в книге не говорю, не называю никаких диагнозов, потому что это многое упрощает. Я просто показываю странного человека, с которым, ну, хочется посмотреть на мир из его головы, но у меня не было цели показать, скажем так, больного ребенка, скорее просто необычного. Необычность может заключаться в самых разных вещах. То есть, понимаете, в чем дело? Тут, если говорить, что это болезнь, то при этом видно, что у этой болезни есть, если и минусы, то и плюсы, да. Это просто другая организация мышления. И у Лева есть недостатки, определенно, с ним очень тяжело иногда бывает. Но при этом есть и очень яркие достоинства, как у Игнаты. Поэтому я бы все-таки не говорила, что это книжки о больных детях. Вот. Так что, да, люди с синдромом Аспергера есть... Ну, я их часто вижу, в школе у нас есть такой мальчик. В общем, и это неудивительно. Я думаю, что у вас у всех есть знакомая синдрома Аспергера. Если вы посмотрите и узнаете, что это такое, это довольно частая история. Вот. И очень часто, когда я начинаю читать, где-нибудь числа пи, кто-то говорит, а, у нас в классе есть такое. Ну, в общем, я не могу сказать, что это какая-то... Это, мне кажется, довольно частая история. Вот. Поэтому мне хотелось бы об этом. Вот. С Киселева Оксана спрашивает рассказание, есть ли прототип у героя книжки Яни Тормоз. Но я уже сказала примерно, да, что это... Он очень похож на меня. Но так как я никогда не была мальчиком, который живет прямо сейчас в Москве, то есть мое детство пришлось на 80-е годы, да, начало 90-х, а Игнат живет уже в 21-м веке. То есть, скажем так, это скорее я предлагаю в обстоятельствах. Ну, плюс ко всему, я довольно много вижу подростков, в которых у них темп их жизни и скорость, не только ногами, да, но и скорость восприятия, как они понимают, как они думают. Либо понял сразу, либо говорит, что нет, то есть человек не в состоянии, да, долго о чем-то думать. Он скорее уйдет куда-то, потом вдруг решение вспыхивает у него в голове. То есть такой именно способ решения я довольно часто встречаю. Но сказать, что это какой-то очень конкретный человек, которого я знаю, я не могу. Скажем, Яша и Миша Левин, это вообще забавная история, это два мальчика из учебника математики. Есть такой учебник в школе, где у меня учился сын, у них свой учебник, там были Яша и Миши такие. Яша и Лева, вернее. Но Лева у меня уже был, поэтому Яша и Миша. Просто эти парни пришли ко мне из математических задач. Вот, захотелось про них. Так, Елена Петровских из поселка Суксун. Интересно ли современным детям произведение писателей советской эпохи Драгунский, Крапивин, Коваль? Первый вопрос, да, отвечаю на него сразу. Конечно, интересный. Но вопрос, ну, не только Драгунский, Крапивин и Коваль. Понятно, что Драгунского читают и будут читать. Коваля будут читать, Крапивину будут читать. Но если мы будем давать им только Драгунского, Крапивина и Коваля, то им, конечно, будет тяжеловато. И мне очень нравится вот эта история, которую спустила Илья Бернштейн, да, давать книги с комментариями. Вот Денискины рассказы, которых больше половины занимает комментарии. Это отличное семейное чтение, потому что там очень многие детали проговариваются, и там сравниваются разные издания. Вот. Но при этом я совершенно уверена, что, например, «Он живой светится» — это рассказ, который совершенно, ну, не может быть непонятен человеку сейчас, да. Вот. То есть я к тому, что наша великая советская литература никуда от нас не делалась, но при этом и не может существовать только она. То есть войти в чтение может быть легче через современный текст. Просто темп у него другой. Вот. Хотя не всегда. Помогло ли мне в писательстве музыкальное образование чувствовать ритм и композицию поток? Я бы сказала нет. Очевидно, что да. Но я слышу, да, что-то другое. То есть сознание каким-то образом меняется. Я представляю себе, как должна звучать фраза, но я не могу сказать, что я думаю, так, вот здесь тоник и доминант, здесь напряжение, потом разрешение, должно быть там четыре пятых текста, должно быть вот так, а потом должно быть искали. Нет, конечно, специально я все этого не делаю. И если бы музыкальное образование очень помогало, я думаю, у нас было бы очень много музыкантов-писателей. Их не так много. Есть там вот чем-то Артем Лихович, пианист. Я совершенно не вижу у него каких-то его музыкальных особенностей в тексте. Вот совсем. Хотя я знаю, что он отличный пианист. И очень сложные, пишут музыковические книги. То есть я вижу, что нет, это если связано, то как-то так же, как и связаны многие другие вещи, да, так же, как и, скажем, мое детское влечение математикой. Тоже очевидно, что оно, в общем, как-то присутствует. Вот. Ваше произведение полностью фикшен или есть реальные прототипы истории? Практически полностью фикшен. То есть, ну, я не описываю каких-то реальных сюжетов, реальных историй. А если они попадают, они, конечно же, попадают. Я же не на острове живу, да? Я же вижу вас и читаю ваш фейсбук. Очень часто оттуда беру какие-то вещи. Тем более сейчас, когда я не могу ходить там по улицам, смотреть, слушать и, ну, ну, скажем так, ходить в школу. Мне очень нравилось ходить в школу. Вот. И следующий вопрос. То есть, они, реальность очень сильно перерабатывается. И часто концов даже не найдешь. И я сама уж не помню, откуда что взялось. Так. Евгения спрашивает, как рождается книга, которую читают дети. Почему я пишу для детей и подростков? Я пишу для взрослых. Просто в моих книгах нет ничего, за что и можно было бы ставить 18+. Да? Я пишу, как есть, и, ну, так получается, что мне интересен герой подросток. И, в общем, это книги для всех. Я не могу сказать, что они только подростков. Я знаю, что читатели у меня взрослых не меньше подростков. Да, я все ваши вопросы вижу. Сейчас просто я отвечаю на те, которые пришли заранее. Но имейте в виду, что я все вижу, что вы пишете. Просто хочется мне просмотреть то, что вы пишете. Вот Петас Ани. Что вы посоветовали начинающим детским писателям? Писать. Ну, писателю очень важно найти читателя в первую очередь. То есть я не очень понимаю, как... Мне кажется, что важно именно получить какой-то ответ на то, что ты делаешь. И это можно сделать самыми разными способами. Хоть бы выложить у себя там, не знаю, ВКонтакте или еще где-нибудь. Сейчас стали появляться литературные студии. И это стало... Мне раньше казалось, что это какая-то ерунда. Потому что как можно научиться писать? Я не ходила на какую студию. Но при этом я вижу, как мне интересно это общение внутри организованное. Это не учеба, а это скорее какая-то среда обсуждения текстов. Но иногда и, конечно, какие-то ценные вещи можно оттуда взять. Вот. И учитывая, что сейчас очень многие перешли в онлайн. В общем, если вы поищите литературные студии, я думаю, что можно много найти интересного. У меня вот сейчас стартуют как раз... В июне будет две таких студии. Одна аркомарка литературный музей, другая курсы CVS. Ну, курсы более такая, скажем так, работа, ориентированная на результат литературный музей. Аркомарка там больше потусить, пообщаться. И, в общем, более свободное общение. Так. Какой первый шаг в написании рассказа и эссе? Спрашивает Елена из Новомосковска. В чем принципиальное отличие в подходе к созданию творческого... В общем, с чего начать? Рассказ и эссе вообще никто не знает. Нет. Просто начать с того, что вы садитесь, открываете файл, пишете открыт новый файл, да, если вы создать. Если вы пишете в компьютере или открыт новый лист, чистый лист, если вы пишете на бумаге. И, конечно, есть такой совет, который мне нравится. Это вы начинаете писать рассказ, потом убираете первые два абзаца, как ненужные. Вот. Потому что это время нужно вам, чтобы вы туда вошли. И насчет эссе тоже понятное дело, что если это речь идет о работе по литературе, там очень много всяких очень жестких каких-то правил, как я не знаю, я никогда не писала школьное сочинение в том формате, в котором они существуют сейчас, и эссе тоже. Я боюсь, что это довольно отдаленное отношение имеет к написанию текстов. Вообще мне очень нравится эссе, как жанр читать, писать. Это размышления на какую-то тему, которая, кажется, вам можно... То есть в эссе важна какая-то мысль, которая вам приходит в голову. Например, думайте там, ну, вот, например, пришла вам в голову мысль, что как, чем онлайн обучение отключается от обычной ходьбы в школу. Какие плюсы и минусы. Вы берете и пишете на эту тему, да, если тема нужна. Если вы пишете эссе по какому-то литературному произведению, тоже есть какая-то главная мысль, вокруг которой вы начинаете ходить. То есть если рассказ разворачивается как сюжет, начало, потом какое-то продолжение, конец, может быть, более запутанная линия по времени, то эссе, оно как бы бьет в одну точку, и такая спираль, которая закручивается и идет внутрь. Но чтобы начать, нужно просто начать и двигаться в... Ну, потом отложить обязательно и посмотреть через несколько дней, что у вас получилось. Это важно. Ну, если нет времени, то хотя бы ночь должна пройти. То есть я все время советую детям свое сочинение хотя бы утром перечитать, потому что за ночь многое встает на свои места. И вы видите какие-то вещи, которых не надо было делать. Вот, Ника спрашивает, 10 лет из Дубны, почему у меня главный герой мальчики? Вот это вечный, конечно, вопрос для меня. Я не знаю. Я могу вам только предположить, да, вот сейчас появилась наконец-то девочка, Ирка появилась, повесть про девочку, хотя там главный человек в ее жизни все-таки старший брат. Но это история, попытка посмотреть, как, ну, из головы девочки Ирка очень не похожа на меня. Я никогда не была мальчиком, мне казалось, что у мальчиков более интересная жизнь. Вот, и поэтому, наверное, и читать любил про мальчика больше. Поэтому такие чудесные книжки, как там «Динка» и «Дорога уходят вдаль», они прошли мимо меня, и я их прочитала только во взрослом возрасте. Прямо как-то мне не хотелось. Думаю, девочка, нет, я не... А сейчас появляется очень много героев девочек, и я чувствую, что у меня ушло это какое-то предубеждение. Я с удовольствием читаю и про мальчиков, и девочек. Про девочек сейчас пишут чаще, кстати, по моим ощущениям. Видимо, все ринулись исправлять баланс. Вот. В каком городе я живу? В Москве. Сколько времени уходит на одну книгу придумать, написать, найти художника, оформить и издать? Ну, скажем так, придумать и написать – это примерно одно и то же. То есть нет такого, да, что ты заранее все придумал, потом садишься и пишешь. Но обычно у меня уходит от года до, там, три года. Дольше всего было шесть лет. Быстрее всего книжка Яни Торнеста вообще за месяц. Он сам себя написал за месяц очень быстро. Ну, так скажем, как черновик. Потом понятно, что была еще какая-то работа. А потом дальше начинает работать издатель. Я отправляю в издательство текст, и на этом моя работа закончена. То есть подбор художника, оформление книги – это все делает издатель. Единственное, что мы делаем – это редактура. Это довольно тяжелая штука, потому что к этому времени вы успеваете забыть про свой текст, из него уже выйти. А нужно опять входить, чтобы опять редактировать. Вот. Это, кстати, интересный очень процесс. Иногда он очень приятный, потому что вообще этот процесс сводится к тому, что вы с каким-то умным, толковым человеком обсуждаете свой текст. Это правда очень интересно. Бывает. Бывает невыносимо, когда этот умный человек вас не понимает и говорит, давай сделаем все по-другому. Но вот, скажем, то, что Тимофей Ирка Перевертыш, книжка с двух сторон, это придумал редактор, не я. И я очень благодарна. Это, конечно, здорово получилось. Вот. Трудно ли быть писателем? Слушайте, ну, и когда начать, да и когда угодно. Прямо сейчас, можно прямо сегодня. Если у меня дети есть, они большие, взрослые, 15-18. Если спрашивают, писала ли я книгу, рассказывая что-то детям или про своих детей, нет, вообще нет. Дети отдельно, книжки отдельно. То есть для меня, ну, как сказать, есть такая проза, когда люди пишут про своих детей. Есть такой, есть такой. Или для них. У меня есть, так как я пишу из головы подростка, нельзя быть одновременно родителем и писать текст. Это будет выглядеть так, да, вы говорите ребенку, да, если он маленький, давай скорее одевайся, и мы опоздаем. А про себя будете думать. Ну, мама сказала мне, давай скорее, как она не понимает. Вот. И какое-то раздувание сознания происходит. То есть когда я пишу, я отдельно нахожусь. И поэтому, скажем, летом, когда мы лето проводили вместе, я не писала. У меня всегда лето было пропущено. Ну, не то, что пропущено, оно пропущено было именно для писательства. Вот. Да, спасибо. Я, в общем, прочитала Никино все письмо, оно хорошее. Вот. Алексей Иванович скажет из РГПУ. Часто ли я нахожу ошибки в уже опубликованных книгах и как реагирую? Как реагирую, когда ошибки находят другие? Смотрите, у меня отличный редактор, который не пропускает мои ошибки. Могут быть ошибки, скажем так, корректора. Не та буква. Там пропущена буква, прописан, пропущен предлог. Однажды ошибка была какая-то смешная. К сожалению, я сейчас ее не вспомню, но там как-то было, в общем, поменялся смысл немножко. Ну, было понятно, о чем речь, да, но, в общем, это смешно. Смешной был пропуск буквы. Вот. Но я понимаю, что это не моя работа, то есть ошибка, если я допускаю ошибку в тексте в самом, у меня есть редактор, который с этим справляется, и как-то не было такого, чтобы прям что-то чудовищное такое, где-то я очень сильно ошиблась. Может быть, потому что я не вхожу в темы, которых я не знаю. То есть мы старались, чтобы, например, в книжке про Тео все музыканты играли так, как они должны играть. Да, художник порывался тут у меня нарисовать симметричных контрабасистов. Один в левой руке держит смычок, другой вправо. И мы все это пресекли. Вот. Но чтобы в вызданной книжке появилась ошибка, и это была не просто опечатка, да, такого у меня не было. Вот. А. Вспомнила. Вру. Был момент. Но это не ошибка, а, скажем так, ну, интересный, правда, момент. В день числопии есть эпизод, когда Лева, мальчик с цветным слухом, вместе со своим учителем проверяет все буквы, какого они цвета. И они сверяются с Набоковым. И у них ни одна буква не совпадает, и потом они видят, что буква Г у Набокова была черная, была каучуковая. Лева спрашивает, что такое каучук. Учителям говорят, что это как резина. Лева говорит, а, то есть как шины, да, каучуковая, значит, как шины, да, пожалуй, совпадает. У меня тоже черная резиновая такая Г. И когда у меня была встреча в Новосибирске, там разбирали эту книжку «День числопии» с научной точки зрения, сидел физик, филолог и биолог, и мы говорили про цветной слух. В общем, было очень интересно. И вот там мне парень сказал, что для Набокова каучук был белым. Он тогда был искусственным. Сейчас он искусственный, тогда был натуральный. И если мы вспомним старые автомобили, они на белых шинах. Поэтому когда Набоков писал каучуковый, он имел вот белый цвет. И вот это было прям, ну, можно сказать, да, что это ошибка. В общем, это очень забавно. Я хотела даже сноску такую дать в следующем издании, но потом почему-то забыла. Вот. Но это интересно. То есть я не могу сказать, что это ошибка, а скорее какое-то такое копание вглубь. Потому что мои герои могли не знать об этом, да. Ну и какой возраст моей книги? Но мои младшие, как я говорю, это 9-10-11, мои старшие 12-13-14. То есть у меня довольно узкий диапазон. Понятное дело, что находятся люди там и 15-17, которым интересно. Но все-таки 8 класс уже постепенно уходит от меня в более жесткую литикатуру. Вот. Все-таки, наверное, 13 такой главный возраст подростковых книг. Ну, а детские читают там началка. Так. Как появляется идея для создания произведений? Про это тоже я уже говорила. Как обычно приходит вдохновение? Какие книги, каких авторов я предпочитаю читать? Я читаю все подряд. То есть вообще все. Конечно, больше всего я люблю подростковые тексты, которые написаны прямо сейчас. И для меня очень сильно, ну, мне очень помогли скандинавские авторы, вообще переводные авторы, которые стали у нас появляться, в том числе благодаря издательству «Самокат». В общем, вся иностранная литература, которая у нас стала появляться после большого перерыва, и вдруг оказалось, что и так можно писать, и так можно. Это все было ужасно интересно. И я сейчас читаю, вот, например, серию «Самокат. Встречное движение» я читаю всю. Это прям, ну, обязательное мое чтение, и вот это я люблю. Конечно, я читаю и взрослые книжки, да, вот, стараюсь посматривать, что там в большой книге происходит, в премии, да, просто смотреть, что там есть какие-то люди, которые мне интересны, и за кем я слежу, там, водолазки, например. Вот, но это не... Я все время себя чувствую, что я чуть-чуть не на своем месте, да, вот, когда я читаю подростковые тексты, я там себя чувствую очень хорошо. Детские совсем не читаю, там мало что понимаю. Так, кажется, мы... Или я не полностью ответила, да, на последний вопрос. Значит, про идеи произведения я уже говорила, про вдохновение еще скажу. Совершенно, вроде бы, дурацкий вопрос, на который не очень понятно, как отвечать. Вот. И... В общем, я сначала думала, что на него нет ответа, и ответить невозможно, а потом поняла, что есть две вещи, которые помогают разогнать мозг. Это движение ногами физическое, то есть, когда я просто хожу, мне это очень помогает. И вот это вот... Вместо того, чтобы посиди и подумай, хорошо бы говорить детям иногда попрыгай и подумай, там, побегай и подумай. Это, правда, очень работает для меня именно движение. Вот. А второе, это ограничение входящих, да, то есть, если я сажусь, отключаю интернет, если мне надо что-то сделать, мне нужно отключиться. И мне кажется, это у многих работает. То есть, тебе нужна тишина, эта тишина может быть и в метро, и там, на работе даже. Просто ты знаешь, что сейчас тебя никто не будет тормошить. Я могла писать вполне на работе в яме. Вот вообще без вопросов. Ну, конечно, не на репетиции или на спектакле, да, а между репетициями, например. Совершенно спокойно могла. Рядом сидят люди разговаривают, мне они не мешают. Вот. Но важно, чтобы это была какая-то... Вот интернет мешает именно. Вот. Я потом могу проверять какие-то факты, но что касается вдохновения, тут нужно как раз... Мне нужно отключать входящих. Так, сейчас пойду чат читать. А можно нам выключить презентацию? Тогда мне будет, наверное, немножко проще. Я смогу что-то показать, книжки смогу показать. Так. Вижу вас. Больше вымысла или больше реального? Ну, на это я примерно отвечала. Смотрите. Чувства, эмоции, они совершенно реальны. О, вот сейчас я вас вижу, да, это вот так хорошо. Есть ощущение, что история может быть выдуманная, да, а внутреннее состояние героя, оно совершенно реально, потому что, например, свой первый рассказ «Трус» я успела совершенно забыть, но тут оказалось, что его прочитал актер из театра, по-моему. Сейчас актеры все начали читать довольно активно тексты, и некоторые из них, такие молодцы, выбирают вдруг современные тексты, это прям удивительно для меня. Вот, но актер, по-моему, из малого театра в Петербурге, вот он прочитал рассказ «Трус», чем просто поразил меня, потому что я успела про него забыть. Он больше 10 лет назад записан, написан, его нет ни в одной книжке, он в журнале выходил. Вот, там была история о том, как мальчик боялся ходить по качающимся бревну. Бревно качалось на цепях, и называлось крокодил, все ходили, а он не мог. На самом деле, в то время я училась водить машину, все ездят, у всех получается, да, а я не могу. И, то есть, ситуация вроде бы выдуманная, но при этом совершенно реальная. Так, дальше пойду смотреть. В какой момент я осознала, что я писатель? Да ни в какой. Я раньше думала, вот выйдет книжка, я буду думать, что я писатель. Вообще нет такого, вообще не работает. В какой-то момент тоже думаешь, ну, может быть, премия что-то дает? Ничего премия не дает. Вот, вообще есть ощущение, что ты там, ну, как-то все время неловко. И потом случился вот такой момент, когда мне на границе нужно было сказать, там, спрашивать, там, occupation, да? А я еду, раньше я ездила как музыкант, а тут я впервые еду как писатель. Я, значит, говорю, I'm writer. И думаю, боже мой, какой я говорю, ну, что как бы я вру уже, какой я writer-то? И говорю, for children. Ну, так на всякий случай, чтобы они так не очень серьезно меня воспринимали. Слушайте, это момент, когда ты пишешь, я писатель, он присутствует только в тот момент, когда ты подписываешь какую-нибудь петицию и думаешь, что тут важно, что ты вот писатель. Вот это меня научило вдруг писать вот эти слова писатель-музыкант. На самом деле даже диплом консерватории не дает тебе сказать, что ты музыкант. Вот у меня в дипломе написано, да, артист-ортистка, преподаватель. Ну, как бы говорить про себя, что там я артист или я музыкант, довольно сложно. Я просто говорю, что я пишу. Хотя, когда прямой вопрос задаю, да, писатель, конечно, в какой-то момент мне показался... Меня Наташа Евдокимова научилась такой чудесный писатель. Наташа Евдокимова очень люблю, она в Питере живет. Вот, и я тогда еще только начинала, как раз вот в Петербурге на фестивале «Дитгиз» Наташа мне сказала, ты все время говоришь, что ты к себе не серьезно относишься. А почему тогда мы к тебе должны серьезно относиться? Почему должны это читать? Я в этот момент поняла как-то, что она права, что та же история происходит у музыканта. Если человек очень долго говорит, что он будет сейчас играть плохо, фальшиво, неинтересно, да почему люди должны его слушать? У нас был такой парень в училище, учительница ему сказал, Дим, как бы, если ты к себе так плохо относишься, почему мы должны слушать тебя? И только в Москве, когда я училась в консерватории, я вдруг услышала, что есть люди, которые на вопрос «как сыграл?» говорят «хорошо». Это было так удивительно, и оказалось, что это были те люди, которые реально играли хорошо. То есть вот этот момент, что я сделал что-то хорошо, нам в детстве учили, что так нельзя про себя говорить. Мне кажется, это очень важный опыт для ребенка, значит, что ты сделал реально хорошо. Так, Надежда спрашивает, как я отношусь к книгам, в которых включены объекты дополненной реальности? Слышите, я отношусь очень хорошо к любым экспериментам, но представления не имею, как это может работать со мной. Потому что, например, мне казалось, что мой текст может оставаться только текстом, и все. Но два года назад поставили спектакль в Новгороде «Я не тормоз», и он оказался совершенно блестящим. Но это как бы от текста толкается, и идут вперед, да, идут дальше. Происходят какие-то вещи, я узнаю, что дети какие-то там что-то игры устраивают, что-то придумывают. Я думаю сейчас, что никак мы не доделаем, хотели какой-то квест сделать в моем театре с мышью. Можно было бы, да, но я пока не очень понимаю, как это работает, но все меняется. Опять же, я вам говорю, да, что я никогда не думала, что окажется, что я запишу свой рассказ, его выложу, и это будет лучше, чем просто текст. Оказывается, что есть такое. В общем, интересно. Про вот вопрос от Ксении, как рождается сюжет, никто не знает, уже об этом говорили, все случайно. Много ли правок я вношу в уже созданный текст? По-разному. Скажем, Игнат почти вообще неправленный. Вот он вообще сразу как появился, так и есть. С Тео мы довольно долго возились, и с днем числа Пи, наверное, самая большая правка случилась во второй книге Дня числа Пи, которая называется Сальери. Там была прям большая работа проведена, и потому что, и в Тео, кстати, довольно большая, потому что я не очень, ну, герой очень на меня не похож, мне было тяжеловато. Вот, но в целом обычно у меня правка минимальная, и поэтому, когда я столкнулась, то есть я не меняю крупные куски, да, обычно речь идет о каких-то там, не знаю, одно предложение поменять на другое, не больше. Вот, обычно в тот момент, когда я отправляю текст в издательство, нет там такого, что нужно что-то глобально поменять. Но если вы, у вас есть бумажная версия книжки День числа Пи, и вы зайдете на сайт книгуру и увидите тот текст, который был там до редактора, вы во второй повести Сальери увидите огромную разницу. Там есть моменты, которые мы сильно поменяли, и оказалось, стало лучше. То есть вот взгляд со стороны мне здесь очень помог. Так, как, кого из современных авторов я бы отметила? Слушайте, их так много, они такие все чудесные. И, кстати, хорошо именно, что их много, да? Одному понравится Веркин, другому нравится, не знаю, Даша Тацук, чудесная книжка «Голосы». Дарья Ворденбург, мне кажется, вообще отличным автором. Очень мне понравилось, вот, правило 69. Именно для старших подростков у нее, вот, для младших, Никита и Моря мне меньше понравилось. Наташа Евдокимова, опять же, вообще чудесная, да? Но такой, прям, снос какой-то. Я еще не понимаю, как так можно, как человек может тут с одной стороны мыслить, как пятилетний ребенок, с другой стороны, умудряться это структурировать, как совершенно взрослый. Вот. Тома Михеева я люблю. Живолевский и Пастернак – это такой бесспорный авторитет. Я не могу сказать, что я люблю, потому что мне сейчас, ну, далеко не все нравится. Но вот я хочу в школу над любимой у меня книжкой у них. Если бы не они, у меня было бы многое по-другому. То есть, они довольно сильно повлияли на то, что я делаю, просто потому что ты смотришь и думаешь, и так можно, оказывается, вот сюда можно ходить, да? Вот. Буду ли я сотрудничать с издательством «Волчок». Слушайте, ну, конечно, мне бы хотелось с «Волчком» сотрудничать, потому что они вообще очень большие молодцы. Вот. Вообще вот эта идея, я про это говорю уже, не знаю, лет пять. Я говорю везде, сделайте сборники рассказов разных авторов. Это, мне кажется, я очень люблю маленькие тексты, маленькие рассказы, но это очень сложно, трудоемко, технически, да, собрать авторов. Именно благодаря тому, что Коля успел везде поработать, и у него очень много, ну, контактов и знакомых. Вот. Эта идея, конечно, мне кажется, отличная, и она очень хорошо работает для школ. Наталья спрашивает, как я отношусь к юмору? Приведите пример своих веселых историй. Слышите, у меня таких совсем веселых историй, наверное, нет. Если вы послушаете, то вот это вот, как нужно записать, которое сейчас вот есть в сети, да, я не знаю, насколько это веселая история, она, конечно, смешная, но при этом не только. Если в тексте нет ничего веселого, это прям невыносимо. То есть, если автор очень серьезно к себе относится, на какую бы серьезную тему он ни писал, мне кажется, что в этом что-то не так. То есть, должно быть смешно-м грустно, и грустно-м смешно. Ну, это обязательная вещь. Так. Книжек про мальчиков раньше вот Женя пишет, да, А, нет, это не Женя. Это траектория жизни, я прочитала, как Женя. Книжек про мальчиков раньше было больше. Конечно, раньше было их намного больше, и казалось, что у них прям так все веселее. Сейчас это, к счастью, очень сильно меняется. Так. Анна спрашивает, детям 12 лет. Да, вот, в принципе, как раз это главный мой возраст. Попробуйте разный. Вот если бы я не тормоз, да, но если вы говорите про мои книжки, то я вам знаете, как скажу, есть серия встречное движение самоката, есть полосатая серия розового жирафа, которую вы тоже наверняка знаете. Она просто, ну, не так много есть книг, которые написаны для подростков, но они, ну, там очень много хороших, потому что у нас такого не было. То есть мы их читаем и для себя, потому что это те книги, которых у нас не было в детстве, поэтому мы с удовольствием их читаем и для себя тоже. Иногда думаем, ой, своему ребенку я это не дам. Я не знаю, как я вообще дам ему в руки такой, там, Марта с черепами, это вообще непонятно как. Но при этом я понимаю, что есть вещи, которые я не могу рассказать, о чем я не могу поговорить, а в книжке там они написаны. И это очень, вообще-то это очень удобно. Вообще подростковая литература такие отличные функции выполняет. Та же самая Женя Пастернак мне говорила, что про шекспирование снилось, что я, есть вещи, которые не могу с дочкой обсудить или сказать, да, но текст написать могу и потом ей подсунуть и сказать, ну что. Я говорю, что она сказала? Она сказала жизненно. Вот, ну, то есть такой способ тоже. Так, дети. Читают ли дети? Дети, опять же, я говорю, дети отдельно, книжки отдельно. Раньше они читали, сейчас они переросли и не читают, по-моему. Но я никогда не, ну, не думала, что они должны. Иногда бывало, что я не знаю, читали они или нет. То есть, скажем, я не показывал книжку, а потом спрашиваю там сына, что подарить на день рождения одноклассник. Он говорит, о, давай я не тормюсь. Мне не нужно, чтобы он говорил, да, что ему понравилось. Он никогда не скажет. Ну, правда, мне не хочется их ставить в эту неловкую ситуацию. Скажи, пожалуйста, как тебе моя книжка? Ну, что они вообще, что они должны тут ответить? Вот, нет-нет-нет, они не должны, но когда они читают, я, конечно, радуюсь, когда я что-то об этом узнаю. Есть ли у меня любимая книга современного писателя? Любимой, наверное, прям нет. Так вот, чтобы я одну какую-то назвала, нет. Последняя книжка, которая вышла в самокате, вот Гипс Анну Вольтс, ужасно мне понравилась. Она очень необычная. В общем, как-то, ну, вот прям понравилась. Понравилась Дорит Линке, не время забываю, как она называется, что-то про синюю границу. Очень, мне кажется, любопытным этот текст, потому что, может быть, в нем есть какие-то литературные недостатки. Ну, во-первых, там интересный способ изложения, но главное, что он дал понять мне, что люди думают, что так будет всегда, да? Там события происходят за месяц до падения Берлинской стены, и подростки бегут из ГДР в ФРГ. Во-первых, как бы ситуация показывает, что есть очень много разных точек зрения. Если для нас, советских людей, ГДР была прекрасной страной, для них это совершенно невыносимое место, и спасение только бежать, для того, чтобы бежать с риском для жизни. И когда они туда убегают, оказывается, что, ну, действительно, скажем так, не без потерь. Через месяц стена рухнула, и вопрос, да, нужно было это делать или нет. То есть в тот момент, когда кажется, что ничего никогда не изменится, может быть, до изменения осталось очень мало. Вот это мне в этой книге понравилось. И правило 69 для толстой чайки мне нравится невероятно, очень прям. Так, в шестом классе уроки родной литературы около музыки. Слушайте, я хочу сказать большое спасибо тем учителям, которые не боятся современных текстов. Это прям, ну, большая благодарность. Про 16+. Не умею. Просто не умею, не чувствую. Есть люди, которые делают это лучше меня. Александр скажет, кто я по образованию? Я артист оркестра. Да, я музыкант. Закончила Московскую государственную консерваторию. И на факультет оркестровых инструментов играю на скрипке. И это моя работа была до последнего времени. Вот четыре года назад я ушла из оркестры, из театра. Вот это была моя основная работа. И никакого специального литературного образования у меня нет. Но по факту я вижу, что практически у всех пишущих людей есть какое-то образование еще. Да, кто-то журналист, кто-то языки изучал, кто-то, не знаю, там, Майи, Леша Олеников. Не закончил последний курс, ушел в литературный институт все-таки. Переводчики, еще кто-то. То есть физиков очень много среди фантастов. То есть физическое образование для фантастов вообще такая вполне приятная вещь. Потому что человеку, ну, опять же, биолог Стас Востоков, да, человеку очень хорошо, когда есть какая-то профессия, когда он изнутри может вам что-то показать, рассказать. Вот. При этом литературное образование, конечно же, тоже очень, ну, хорошая вещь в том плане, что она учит, ну, учит видеть какие-то связи, между тем, быть, скажем так, квалифицированным. Ой, как мне сейчас это не нравится, вот этот квалифицированный читатель. Это я что-то насмотрелась, из меня сейчас лезет. Потому что я пытаюсь добрать свое образование сейчас, да, которое мне не произошло. Сейчас огромное количество этих подкастов, лекций и так далее. Вот. И это важно. То есть, ну, важно об этом поговорить, важно послушать. Сейчас довольно много можно получить, не обучаясь конкретно в каком-то месте. Вообще понятно, что роль корочки образования, особенно вот с карантином, очень сильно изменится. Потому что есть вещи, которые люди учат для себя и совсем не для каких-то дипломов. Хотя, конечно, структура, она очень помогает понимать. Да, я закончил, и я умею одно, другое, третье. Вот. Так. Правильно ли я понял ответ, что за ошибки речевые, грамматические, фактические, и другие в тексте отвечает редактор и корректор, а не автор? Я пыталась сгрузить, да, на других свое вино. Я стараюсь, чтобы ошибок не было вообще. Но я могу что-то просмотреть. За ошибку грамматическую, аргографическую отвечает корректор. Потому что существует автокоррект, существует все, что угодно, да. За это отвечает корректор, это его ошибка. Но я отсматриваю, я последний человек, который отсматривает текст. При этом, если... Но тут никуда не денешься. Я буду видеть слово, которое написано с ошибкой, я ошибку не увижу. Я, ну, есть у меня такое свойство. Я человек невнимательный. Я могу пропустить и запятую, и там все, что угодно. Могу. И к тому же я не могу сказать, что у меня идеальный русский язык. Я сегодня пыталась пройти тест по ЕГЭ, которые... Ой, есть такие смешные ребята, они ведут подкаст «Собака съел дневник». Я их слушаю, потому что они были очень смешные в прошлом году. Прямо невероятно смешные. Им 13-14 лет. А в этом году они осерьезнелись и стали говорить о профессиях. И вот у них в одном из таких подкастов был приложен тест по ЕГЭ. Я думаю, дай-ка я пройду. Просто когда моя дочка готовилась к экзаменам, я понимала, что, в принципе, ничего страшного. В ЕГЭ нет. К нему может подготовиться любой человек, и можно нормально сдать. Вообще нет проблемы. Вот с этими, ну... То есть больше пугает людей, можно подготовиться и сдать. Но я зашла туда, и, короче, 2 из 10. У меня правильных ответов 2 из 10. Это меня, конечно, потрясло, потому что мне кажется, что я обычно более-менее... Ну, обычно я справляюсь неплохо. А тут как-то сложно оказаться. Вот. То есть автор может писать неграмотно. Ну, может. Но другой разговор, что, конечно, лучше, когда он пишет грамотно. Ну, скажем, есть Женя Пастернак, она говорит часто об этом. У нее дислексия. То есть она не умела писать... Просто для нее большая проблема писать грамотно. Хотя, когда я вижу, как она пишет в Фейсбуке, я понимаю, что с дислексией можно справляться очень круто. У нее нет серьезных ошибок в текстах, но они могли бы быть. Если человек пишет неграмотно, но ему есть что сказать, просто он должен быть выше на 2 головы других, чтобы его стали слушать. Потому что, когда вы видите в секте ошибку, вас сразу это как-то отталкивает. Да? Но при этом может быть. Грамматически, фактически. Факт-чекинг есть такая вещь. Если человек допустил ошибку, то если текст, особенно там, ну, научпоп есть, было недавно, интересно, очень я слышала тоже, такое обсуждение было в Зуме про научпоп, про факт-чекинг. Это очень интересная тема, где можно находить ошибки, и они всегда есть. Очень часто они попадаются в книжках. Бывают ситуации, когда несет, ну, скажем так, автор эту вину разделяет пополам между собой и редактором. Но не было такого, чтобы мне написали, вот вы ошиблись где-то. Я такого не помню. Может быть, потому что я не даю каких-то, даю не так много каких-то фактов, как, может быть, и другие люди. Не боитесь ли вы, что когда отдаёте текст издательству, что видение издателей по поводу оформления не совпадёт с вашим? Хороший вопрос, и у меня очень простой ответ. Я не боюсь. Я доверяю издателям. Просто потому, что мои издатели, да, это самокат, это компас-гид, это вот волчок, это детское время. Но у меня не было таких прям очень страшных проколов. И тут ещё есть понимание, опять же, Андрей меня этому научил, Жволевский, что издатель может знать лучше и понимать лучше, какой, говорит, ваша книга. То есть понятно, что если вы писали про девочку и собаку на обложке мальчика-кошка, то вы можете сказать вообще, ну, что у вас есть сомнения по поводу обложки. Но в целом были ситуации, когда я не видела книгу до того момента, когда она, скажем так, я еду на презентацию, она должна прийти из типографии, вот Вильс Вилли так было. Я её ещё не видела и не знала, что там будет. Вот, то есть если ты не доверяешь издателю, тогда какой смысл? Если мне нравится, как работают эти люди. Но я могу визуально чего-то не понять. Скажи, мне очень не понравился Яни Тормас. Я была против обложки, но меня, слава богу, не спрашивали. Сейчас я вижу, что обложка отличная. Вот, да, то есть, ну, есть такие моменты. Да, может, конечно, быть, что книжка расстроит. Такое может быть. Есть одна книжка, которая, мне кажется, ну, она неплохо выглядит, но по обложке кажется, что она на более младший возраст. Она довольно серьезная. Ну, вот эта книжка второй. Там, по моим ощущениям, она на 13-14, а выглядит как будто на 10-11. Вот, но при этом она все равно красивая. Так, чтобы у меня какое-то вызывало прям, ну, чтобы мне совсем не понравилось, такого не было. Могу ли я повлиять на это, если вам мне кажется, что это не так? Смотрите, это, опять же, ваши условия, ваш разговор с издателем. В принципе, ваше дело текст. И бывают ситуации, когда это вообще не ваше дело. То есть вы можете просто... Писатель может быть человеком, который ничего не понимает, у него отсутствует вообще какое-то понимание, как должна выглядеть книга. Ну, так может быть. Но при этом, например, с Теотеатральным Капитаном мы довольно много советовались. И вообще самокат со мной как-то в чем-то советуется, хотя все равно последнее слово за ними, не за мной. Как иноязычные дети воспринимают ваши книги? А, Аня Петерс и Тректория жизни. Буду обращаться тогда к Ане. Знаю ли я, получаю ли отзывы? Слушайте, это отличный вопрос, потому что мне казалось раньше, что, ну, если ты пишешь по-русски, то твоя страна Россия, и она огромная, слава богу, и там так много мест, куда не добираются наши книги. Но, по крайней мере, речь не идет о каком-то какой-то международной жизни книжек. И, скажем, когда я была в библиотеке в Кливленде и увидела там книжки, ну, половину моей френд-ленты, прямо скажем, вот просто стоят там. Даже в Аляске по сторонам, Аквастоков, Ворденбург. Я думаю, боже мой, откуда они у вас в Кливленде? У нас там еще... Ну, там просто такой библиотекарь, который следит за этим, и русских книг там, но они занимают второе место после китайских среди иностранных в городе, хотя русских не так много. И как раз благодаря этому библиотекарю я приехала. Мы встречаемся, благодаря, кстати, премии книгуру в мире, мы встречаемся довольно много с иностранцами, и для них, конечно, это очень важная вещь, когда ребенку, который живет в другой стране, показывают, что русская литература, она не заканчивается гайдаром, и вообще она не только про бричку, и не только про пионеров. То есть для них, у них есть ощущение, что русская литература, она осталась где-то там, где родители, то есть им нужны новые какие-то, ну, новые темы. Через современную литературу зайти иностранцам точно легче. То есть это прям большая помощь для тех, кто старается сохранить русский. Поэтому, конечно, очень приятно видеть людей, которые читают по-русски, причем есть дети, у которых русский не основной язык, и я с большим удивлением, скажем так, недавно видела мальчика, тоже, ну, в зуме, да, учитывая, что сейчас мы все ушли в онлайн, вдруг оказалось, что границ нет. И, скажем, у тебя утром может быть встреча там с Уфой, а вечером с Брюсселем. Вот. И написано Брюссель, а там, оказывается, приходят люди там из Парижа, еще откуда-то. Тут у нас есть международные школы русские, они вообще-то очень хорошо работают, потому что люди, ну, там ценят очень возможность просто и поговорить по-русски, и темы какие-то обсудить. Вот. И там был мальчик, который сказал, что он читал отрывок из Яни Тормоза для конкурса «Читать все нее вслух». И меня удивило это, потому что он не очень хорошо говорит по-русски, он хорошо говорит, но слышно, что он ему не родной. Я думаю, как же ты читал вообще такой вроде бы непростой текст? Да, они говорят, что там много непонятного. Еще есть такой момент очень забавный, скажем, люди, которые уехали больше 20 лет назад, они сохранили тот русский язык, который был 20 лет назад, 30 лет назад. И многое изменилось для нас, и для нас какие-то вещи, мы не замечаем, как сильно изменился язык. А они замечают, они, например, говорят, ой, вы используете какие-то иностранные слова, они для нас уже совсем привычные, обычные. Вот. И, ну, правда, есть ощущение, что расщепление такое происходит, они говорят на том языке, который был раньше. Поэтому, конечно, ну, именно современная литература русская, она для них страшно важна, чтобы они понимали, что здесь люди живут, что здесь что-то происходит. В общем-то, да. Так. Переведены ли мои книжки на другие языки? Смешной ответ. Вопрос хороший, ответ мне смешной. Потому что, ну, не то чтобы смешной, да, у меня есть вилья переведен на украинский, Тео, театральный капитан, доделали, ну, это правда смешно, доделали на арабском, по крайней мере, я видела PDF, то есть, я не знаю, вышла ли книга, это было как раз перед карантином. Это очень смешно и для меня, и ужасно для художника, потому что мой художник Юлия Сиднева, она еще к с ума не сошла, когда она это увидела. Арабские книжки, они же в другую сторону. И когда вы видите, вот там все это и выплыло, да, там все стали в левой руке держать смешок, рояль в другую сторону перевернут и так далее. Она хватала за голову, говорила, что же мы будем делать. В общем, на арабский переводить иллюстрированные книги, это крайне сложно. Вот я знаю, что Тан Си, еще они перевели и самокатовский. В общем, они в этом году у нас была на нонфикшене, арабы были как-то, в общем, они так хорошо и много купили. Вот, на китайский переведена скрипка неизвестного мастера и сейчас подписали договор на ТЭО. То есть перевод уже есть, книжки нет. На литовский, мы говорили, в Вилле, это было, по-моему, еще что-то года три назад, не знаю, чем кончилось. На румынский переведен день числа ПИ, опять же, из-за карантина книга не вышла, но перевод есть, она сверстана, готова к изданию. Есть разговоры при переводе, там на французский, но это еще пока, ну, как сказать, есть отдельные эпизоды, которые переведены, да, но вот книги, которые можно взять в руки, я, о чем я знаю, знаю только про китайский и литовский. То, что я держала в руках, сама видела. Вот, больше не видела. А, еще что я видела, это меня очень удивило, в Красноярске, по-моему, у них есть библиотека для слабовидящих. Я видела свою книжку на Брайле. Это у меня прям, ну, такой большой толстый талмуд с белыми страницами, в которых, которые можно руками читать. Это так удивительно, ну, это очень странно. Вот. Так, знакомы ли я с Юлей Кузнецовой? Да, конечно, мы дружим. Мне очень нравится ее книжка «Выдуманный жучок». Вот, первая самая книжка и «Где папа». Вот, где папа, наверное, вообще такая, ну, где папа, наверное, вот, мне понравилась тогда очень, но дело в том, что у нее есть способность писать очень про, простые вещи, про обычное. Я как раз не умею про вот это обычное, вот, поэтому мне интересно. Так, какое значение вкладывало название книги «Я не тормоз»? Можно понять, вот это смешная история, потому что я говорю, что это рабочее название, что говорить про «Не тормоз» невозможно. То есть, ну, мне казалось, что это очень провокационное название, такое очень, ну, кажется, что это какой-то сложный ребенок, но такое очень, ну, слишком резкое. Я думала, что он рабочий, и я его потом изменю. Но сколько мы не думали, мы ничего не могли придумать лучше. Ничего вообще. То есть, вдруг потом оказалось, что это рабочее название оказалось единственным возможным. И сейчас я уже к нему привыкла, и кажется, а как мы, о чем мы думали-то вообще? Ведь с самого начала, да, с самого начала было это название, какое-то оно случайное совсем, так раз, вот оно появилось, и все. Я не думаю, оно появилось сильно до того, как появилась сама книга. День числа Пи тоже, например, сначала название, потом книжка. С Тео мы ничего не могли придумать очень долго, вот, мне хотелось, чтобы он был просто Тео, ну, так фактически и получилось. И смешная история вышла с Тимофеем Иркой, не смогли придумать мы название, тоже думали-думали, не придумали, и у меня вообще-то очень часто книги пишутся, ну, лежат, лежит файл, там имя, и там, то есть у меня текст обозначен, там, Даня, Сережа, там, Петя, и вот они-то были Тимофей и Ирка, они так и были обозначены, и просто мы допомнили, что Тимофей и блокнот Ирка скетчбок, чтобы было видно, что они пишут, пишут и рисуют, потому что если бы мы просто назвали Тимофей и Ирка, казалось бы, что между ними что-то происходит, а это не так. Вот, вот это вариант, когда мне неудачно, а я называю все равно Тимофей и Ирка, так и есть. Так, значит, есть ли у меня в разработке новая книга, спрашивает Ника. Всегда что-то есть, но я, наверное, сейчас не буду говорить, это не то, чтобы разработка, да, я не нахожусь сейчас в таком состоянии, что вот я пишу большой текст. Я, скорее, что-то пробую, куда-то хожу, что-то пробуюсь. Изменилась ли моя жизнь в период пандемии? Не хотела ли бы я об этом написать? Ну вот, я, конечно, пишу, но получился один пока рассказ, и вот он, опять же, выложен в самокате и в Инстаграме, кто ходит, кто ходит в Фейсбук, вы есть в Ютубе, да, нужно записать. И вот у меня то, что у меня получилось. Моя жизнь, конечно, изменилась не так сильно, как у многих других людей, просто потому, что моя работа связана, она выходит в онлайн. Если раньше я ездила и встречалась, да, если раньше я ходила в школу, сейчас я те же самые уроки веду из дома, вплоть до, конечно, ужасного совершенно попытки преподавать скрипку по Скайпу, но это кажется вообще невероятным, но по факту у меня просто очень такой смешной мальчик и очень хороший, он по Скайпу занимается лучше, потому что ответственность на нем. Если мне раньше нужно было что-то такое заводить, что не заводится, сейчас, если, например, при личном общении у меня было 40 минут, и все, я его сносила, но он такой, ну, ему трудно внимание удерживать, то сейчас оказывается, что час мы с ним, и, в общем, он довольно активный и много чего делает, меня даже удивляет, что как-то, в общем, в Скайпе есть свои преимущества, хотя слушать невозможно, да, возможно только переслать запись, вот, собственно, об этом и рассказ. Молодые писатели вокруг Детгиза, ваши воспоминания и впечатления? Слушайте, ну, это огромная, огромная часть моей писательской жизни, потому что это первое место, где я почувствовала как раз вот это, там, писатель, да, у меня в первый раз появилось какое-то общение, до этого я никого не знала, никого не видела, и ты сидишь у себя дома, и у меня было ощущение, когда я приехала на Детгиз, что все писатели, а я тут так просто, да, пришла, смотрю на всех, потом мне сказали, что это ощущение, оно на самом деле у всех присутствует, потому что никто себя не чувствует, прям такие писатели, вот, и довольно быстро изменилось, я там познакомилась с очень многими людьми, мы, в общем-то, ну, общаемся сейчас во многом, да, через Фейсбук и еще как-то, но для меня было важно именно вот это попадание в среду, и вот это ощущение, что ты писатель, то есть у меня была жизнь устроена так, я играю на скрипке, я музыкант, три дня в году я писатель, когда я приезжаю на Диргиз в Питер, вот, то есть менялось вот это ощущение, а потом начались какие-то, потом начали книжки выходить, то есть сначала не было никаких книг, то есть в принципе Алла Юрьевна меня вообще вызвала, пригласила на Диргиз, когда вообще еще ничего не было, это было какое-то удивительное чудо, да, ждем вас в Питере, я тоже с удовольствием приеду в Питер, как только будет такая возможность. Так, ну смотрите, у нас с вами прям уже 16.04, если вы еще что-нибудь захотите спросить, то давайте, но в целом, в общем-то, как раз мы уложились с вами удивительным образом в чат, в час, чат уложился в час, то есть мне даже странно, да, не нужно, ну, в общем, вот, в час 0.05, оказалось, мы все успели. Так, ну что, будем так заканчивать, наверное, или как? Да, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, мы видели, что поднимали многие значок задать вопрос голосом. А, да, устно можно еще поговорить, есть такой. И вопрос еще. Спасибо. Какие писатели 19-ти, 20-х веков вам интересны от Марины только что поступили в чате? Сейчас посмотрю, увижу, а, нет, не увижу, ну ладно. Значит, Стругацкий, безусловно, это очень важный для меня автор, то есть, ну, как бы, это тот редкий случай, когда каждый раз я читаю, каждый раз читаю новую книжку. Если, например, очень важный для меня был Набоков, он на меня так свалился в седьмом классе, и как раз вот оттуда пошли и Цветной слух, другие берега тогда у нас были в школе, но я к тому времени успела уже прочитать и там, и что-то еще. Мне очень повезло, у меня старший брат и сестра, они читающие. Соответственно, книжки, которые поступают от старших к вам, они вообще, это, но, никакие родители, никакие учителя не смогут вам что-то впихнуть, а вот старшие товарищи, или там брат с сестрой, которые сказали, не читай, это мое, это, конечно, лучший способ, как-то, Набоков. Вот, и потом еще у меня был очень такой серьезный заплыв с Чехова. Сейчас, к сожалению, я не вижу этого там, но, по-моему, было лет, года три, когда, вот, у меня стоил 20-томник, это была какая-то съемная квартира, и там хозяева оставили все книжки. В общем, я хочу сказать большое прям спасибо этому человеку, потому что это была моя прям библиотека образования. Вот, конечно, какое-то время я много читала фантастики, люблю ее, хотя сама писать не умею, вообще, это не получается. Вот эти короткие рассказы, Брэдбери, Шекли, мне кажется, это вообще необходимое какое-то чтение, к тому же они, опять же, короткие, очень удобно. Так, какой еще 19-20 век? Да так даже странно, я вообще-то такой, знаете, как тут все подряд, прямо вот все. И не могу сказать, что у меня вообще плохая память, поэтому я тут же все забываю и могу потом читать еще раз. Это очень удобно. Вот, вообще, говорят, такое счастье, да, вид счастья, такая плохая память. Вот, ну что, будем заканчивать, или какой-то еще голосом хочет спросить? Будут ли еще вопросы? Пожалуйста, дайте знать. Если вопросов нет, мы благодарим им за встречу. Всегда рады видеть вас на наших очных мероприятиях, которые мы проводим, на встрече с СМИ. Всегда столько эмоций дети получают от вашего общения. И надеемся, как многие писали в чате, что очная встреча состоится в ближайшее время. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.